Всем привет, ребята! Меня зовут Марина, и ты попал на мой канал. Ты прекрасно знаешь, кто я такая, ты на меня подписан, и навряд ли это видео выйдет куда-то в топ и увидит те подписчики, которые у меня ещё не подписаны, потому что так таковой темы для этого видео у меня нету. У меня просто есть маленькое такое вдохновение, я просто хочу с вами поделиться всё то, что происходит у меня сейчас просто вокруг меня, всё то, что у меня сейчас связано с учёбой, работой, местожительством и так далее. Просто хочу дать вам знать, где я, что я и как я. Все спрашивают, почему я пропала с ютуба и так далее. То видео выходит у меня четыре раза в неделю, а тут месяц-два и меня нету. Не знаю, как это всё сказать, как всё вместе собрать. Так таковой причины нету, просто, наверное, нужно какой-то перерыв, да, в этом всём, в съёмке, в постоянной обработке, в выкладке. Сегодня я отвечу вам на некоторые вопросы, которые вы мне задали в инстаграме, да, а также просто на самые часто задаваемые вопросы на данный момент, да, то, что вас интересует, и, в принципе, просто расскажу какие-то свои новости. Поэтому, если тебе интересно то, что со мной происходит сейчас, то обязательно продолжай смотреть это видео, и я начинаю. Так, пока телефон у меня стоит на зарядке, и там, в принципе, все вопросы с инстаграм, которые вы задавали, вы напишите мне в комментариях какой-нибудь тоже вопрос. Возможно, в следующее видео я тоже сделаю такой ответ на вопрос, потому что я сейчас просто, не знаю, как-то остановилась во всей этой деятельности с ютубом. Не то, чтобы остановилась, я больше это делать не хочу, нет, просто хочется найти что-то новое для себя, просто хочется какую-то тему новую раскрыть, или это просто не знаю, что ещё снимать. Сейчас я просто заканчивается школа. Не могу сказать, что у меня тут супер-пупер-бизи дни, да, и я там сдаю какие-то экзамены и так далее, я тут готовлюсь, ребята, мне не до вас там, или не до ютуба и так далее. Ничего не изменилось, всё как есть месяц назад, как было, так и сейчас. На данный момент я приближаюсь к такой точке, когда нужно уже что-то решить, нужно определиться, где я учусь, да, у меня есть варианты. И просто вот как-то всё это наваливается, и ты просто такой думаешь, ага, я понимаю, что вот если я сейчас делаю что-то неправильно, то потом уже как бы это будут, ну, как бы какие-то последствия с этого будут. Если я буду жить не там, то, возможно, у меня того-то, того-то не будет, да. Если я пойду учиться не туда, то, блин, через 4 года я потом пожалею о том, что я не пошла не туда. И сейчас я пытаюсь просто сделать правильный выбор для себя, для своего будущего, и, конечно же, не закидывать ютуб, и это делать я вообще не планирую. Я всё точно так же с вами, но просто на данный момент такая непонятная ситуация о том, что снимать, поэтому если у тебя есть какие-то идеи, то, что ты хочешь видеть на моём канале, какие-то вопросы, всё что угодно, просто пиши в комментарии, я все комментарии читаю. Те комментарии, которые мне понравились, либо я возьму ваш вопрос в следующее видео, я обязательно там ставлю лайк, поэтому вам придёт уведомление. Я жду от вас отдачу точно так же, как вы ждёте от меня какого-то там ответа в Инстаграме, если вы мне пишете, да, или также в комментариях какой-то ответ ждёте от меня, и я ставлю вам плюсик, да. То есть вы знаете, что всё, ваш вопрос попадает в видео. Я точно так же жду от вас эту отдачу, поэтому хочу, чтобы мы как-то сплотились вместе и шли дальше, что ли, не знаю, как это сказать. Потому что сейчас я заканчиваю эту американскую школу, и, знаете, такое состояние в душе, как будто я выросла. Не в том смысле возрасте, там, на, как бы, на лицо и так далее. Нет, выросла именно знанием в Америке, не знаю, знанием в английском языке. Здесь я понимаю, что я здесь остаюсь, да, я буду в Америке, я не хочу возвращаться в Россию, и я, в принципе, не должна, у меня здесь все есть документы и так далее. То есть такое. Просто иногда присутствует такое чувство, как будто что-то хорошее тебя ожидает совсем-совсем скоро, и ты, как бы, пытаешься к этому готовиться, или я не знаю, как это объяснить. Ты не то, чтобы пытаешься к этому готовиться, но ты, вроде, как бы, мысленно пытаешься к этому готовиться, да. И ты ни о чем больше думать не можешь, кроме как вот о каких-то, там, ближайших событиях, и ты, как бы, живешь ими, да. И, в принципе, ты не делаешь то же самое, что ты делал, там, прошлый месяц из-за дня в день, а у меня это YouTube. Что этим я хотела сказать, я уже сбилась с мыслью. Ну, ладно. Самый популярный вопрос на данный момент, естественно, Арина сейчас заканчивает, все помнят американскую школу, и я сейчас поступаю в университет. Итак, я подавала в четыре университета. Один из которых меня не взял, его результат пришел мне самый последний, то есть вот совсем недавно. А второй универ дал мне, как бы, сказать, он не отказал. Не то, чтобы я отказал, они меня отправили как в waiting list, а это значит, что, типа, как бы, на потом, можно так сказать. Как бы, они уже набрали свою команду студентов, и когда те студенты тоже скажут, что мы к вам идем 100%, то они, как бы, их зачисляют. Но некоторые откажутся, допустим, да, и у них освободится место. На это место могу встать я, потому что я у них там в каком-то списке, да, то, что я жду своего места. Я сразу откидываю этот вариант. Это, конечно, безумный университет в Нью-Йорке, на Манхэттене, который мне безумно нравится, я там была, мне очень сильно там понравилось. Но не судьба так не судьба, значит, не туда мне дорога и так далее. Я поступила в остальные два университета. Один в Сан-Франциско, это бизнес-школа, бизнес-университет, только основан на бизнесе, потому что все, что я там, ну, выучу, да, это все будет, как бы, о создании своего бизнеса и так далее. Дальше. Второй универ, куда я поступила, и, скорее всего, я туда и пойду, это в Бруклинский универ, находится, точнее, в Бруклине, называется Long Island University, находится в downtown Brooklyn, ну, то есть, скажем, в центре города в Бруклине, это, Бруклин, это район в Нью-Йорке. Я туда поступила на менеджмент. На самом деле, когда я делала свой аппликейшн, да, писала свой запрос, вот этот вот, то, что подавала себе свои документы, отправляла им туда, чтобы поступить, да, я просто как-то, знаете, просто на бум такая думаю, ну, чего здесь выбрать, ну, здесь давайте менеджмент выберу, да. И сейчас получается, что я на это поступила, а я все-таки понимаю такая, блин, на правильную ли я специальность поступила. В общем, с этим у меня тоже есть такие какие-то непонятки. У меня стоял выбор, Сан-Франциско или Нью-Йорк. Как бы, когда тебя в два универа взяли, все стоит в цене. Давайте округлим какую-то такую, знаете, белую середину найдем. 38 тысяч долларов – это стоимость обучения в одном, в любом из этих универов. В одном мне дали 25 покрыли, в другом мне покрыли 16 тысяч долларов. То есть здесь, естественно, мне выгоднее, потому что мне там остается там, ну, 7-8, я не знаю сейчас сколько, мне остается там доплатить тысяч. А здесь мне, естественно, больше. Сумма только идет за обучение, не за проживание. В Нью-Йорке, если я буду жить на кэмпусе, то есть это в самом универе вообще, я так скажем, при университете, я заплачу примерно 14 тысяч долларов за год. Там будет побольше, при кэмпусе будет жить, при универе, это будет жить примерно, ну, 18 тысяч долларов в год. Почему у меня сложилось такое, как бы, решение пойти все-таки в Нью-Йорк, Long Island University, чем в Holt, это International Business School в Сан-Франциско? Потому что там мне дали 16 тысяч, и, естественно, мне нужно до 38 еще догнать примерно столько же, да, и потом еще там 15-18 тысяч долларов за жилье там при универе, либо здесь доплатить чуть меньше, да, по сравнению с Сан-Франциско денег, и еще потом посмотреть и решить проблему с жильем. А так как я никогда не была в Калифорнии, в Сан-Франциско, я не знаю, есть ли там, там, как-то, не знаю, смогу ли я там вообще, как бы, все говорят прекрасные отзывы, Сан-Франциско, там хорошая погода, все такое, как бы, это Калифорния, всегда лето, там Маринка, езжай туда, тебе там понравится, безумно красивые улицы и так далее. В Нью-Йорк это немного противоположность, это безумно красивый город, да, это захватывающий и так далее, в котором у меня безумно много воспоминаний, потому что я туда уже миллионы раз ездила, и просто настолько теплые воспоминания о городе, о людях там, просто, просто какие-то воспоминания, да, как чисто я себя там чувствую. Поэтому, если я поступаю в Нью-Йорк, то я, в принципе, могу найти себе жилье, то есть я могу снять где-то комнату, потому что у меня очень много там знакомых, и очень много русских, вы знаете, Брайтон-Бич, кто знает Брайтон-Бич, там очень много, там все русские на Брайтон-Бич, и это, как бы, можно найти жилье, да, а можно найти, в сумме будет выходить намного меньше долларов, тысяч долларов в год, чем бы я снимала при университете эту комнату там, да, и я бы разделяла это с кем-то там, с тремя, двумя, четырьмя девочками, понимаете, да? То есть в любом случае я ищу эконом-класс, естественно. Я понимаю, что Нью-Йорк мне по финансам подходит, ну, гораздо больше, чем Сан-Франциско. Я там ни разу не была. Возможно, это прекрасный город, всем нравится, но не понравится мне, как бы тоже такое бывает. В общем, я выбрала... вроде бы. Не знаю, пока еще вот прям, знаете, на 100% я, конечно, не уверена, но больше я склоняюсь, конечно же, к Нью-Йорковскому университету в Даун-Саунд Бруклина. Какие у меня планы на ближайший месяц? Да, через три недели я заканчиваю школу. Ну, 11 мая у меня последний учебный день, а 19 мая у нас, можно сказать, как последний звонок, но здесь нет такого типа последний звонок. Здесь это graduation, то есть мы одеваем cap and gown. Чтобы вы понимали, вот такие вот штучки, да, которые в университетах в России одевают, в колледжах не думаю, в школах тем более. То есть такая штучка на голову и такой плащ такого же цвета. Эта церемония будет там проходить пару часов, нам будут вручать дипломы. То есть здесь называется это дипломы, да, а в России это называется аттестатом. Подкидывать свои шляпы, то есть все, мы закончили школу, и все. Есть прам, есть выпускной, но вы знаете, я уже в прошлых видео говорила, я на выпускной не пойду, потому что просто чисто не хочу. Сразу после последнего звонка проходит пару недель, и я улетаю в Россию. В России я не буду долго, я буду примерно там до, я не знаю, до середины июня. Потом я возвращаюсь сразу в Нью-Йорк. Пока я нахожусь в России, либо еще до России, я уже найду себе комнату. Я даже сейчас уже нахожусь в поисках комнаты, квартиры, whatever. Потом я возвращаюсь в Нью-Йорк. И я очень хочу заниматься фотопроектами. Очень долго времени займет, если я сейчас буду рассказывать про фотопроекты. У меня есть очень большое желание кое-что создать в Нью-Йорке. То есть, это по фотопроектам все связано, я не знаю, кто знает это, не знает. Но, в общем, об этом, возможно, я расскажу где-то у себя в сторис в Инстаграме, либо на трансляции. Поэтому, если ты еще не подписан, обязательно подписывайся на мой Инстаграм. Потому что 40 тысяч подписчиков, да, почти у меня на канале, и только 4 в Инстаграме. Я хочу остаться в Нью-Йорке. Я сюда навряд ли уже буду возвращаться. Ну, как бы забрать вещи и так далее, естественно. Потом я лето буду целая работать и жить в Нью-Йорке. Соответственно, после этого, в сентябре, я поступаю в этот университет. Точнее, не поступаю, а иду просто в этот университет, да, и начинаю учебу. У меня учеба моя будет длиться 4 года. Ну, не знаю, пойдет ли мне менеджмент или нет. Нормальный я менеджер. Помимо учебы я буду работать, я уже сказала. И отлично проводить время в Нью-Йорке. Обязательно снимать видео, естественно. Ютуб — это маленькая частичка моей жизни, которая на протяжении 3 лет уже со мной. Вот это, в принципе, и все мои планы просто на ближайшие, там, не знаю, полгода. Сегодня мне задали еще очень хороший вопрос. И он был о том, что, как бы, что я для себя выделила из этих 3 лет обучения в американской школе. Чему меня научила американская школа за эти 3 года? Ну, про язык и так далее. Это все понятно, как бы. Я думаю, вы это все понимаете, естественно, да. Кстати, вот в России я не любила химию. У меня там всегда были плохие оценки. А вот здесь... То есть химию можно сказать, я на русском языке. Фак. Можно сказать, что химию на русском языке я не знаю. Когда я переехала в Америку и начала... И когда я начала учить все элементы на таблице Менделеева, на таблице Менделеева элементов, когда я переехала в Америку и я начала учить там таблицу Менделеева все эти элементы, да, то есть я их учила уже на английском. Не знаю вообще, как это переводится на русском, как это, что это обозначается. Соответственно, если я сейчас открою учебник, русский учебник по физике, я ничего не пойму. Я не буду знать, что вот это вот значит, что вот это значит, что это за элемент по-русски, да, потому что я учила это все на английском. То есть какие-то такие вещи мне дала американская школа. То, что я не знала в России, да, и начала это учить на английском языке в американском обществе. Также Америка, наверное, дала мне вот в крайности американская школа, это, наверное, видеть людей. То, чтобы прям видеть людей, но понимать, о чем они думают и как-то, знаете, чисто психологически считывать их, как бы, какую энергию они к тебе питают, фейково ли они с тобой разговаривают и все такое. В России я как бы никогда не обращала на это внимания, всегда находилась в кругу своих друзей, казалось, что как бы вот они самые лучшие и ничего фейково здесь быть не может. Когда я приехала в Америку, как бы общаясь с людьми и понимая, что они как бы здесь все обманчиво, может быть, да, может быть кто-то хороший, кто-то плохой. В общем, наверное, вот это самое большое такое, что мне предоставила Америка. Возможно, это просто возраст, просто позрослела и это поняла, как-то начала в этом разбираться, но не знаю. А также Америка и вот вообще переезд в Америку, да, американская школа и просто какие-то здесь, когда я смотрела, ездила в другие города. Да, мне, конечно же, это... Ты растешь, ты очень сильно духовно растешь и эмоционально, когда ты смотришь какие-то места, как живут другие люди, другой менталитет. Ты как бы это все видишь, да, и ты как бы, у тебя знания больше становятся, да. Ты как бы понимаешь больше, у тебя есть такое, когда ты едешь в другой город, у тебя есть такое, как бы, я не знаю, выживание какое-то у тебя проявляется. Я не знаю, ты уже больше разбираешься в чем-то, как туда добраться, как то-то, то-то, то-то. То есть ты становишься более самостоятельной, я бы сказала. Именно точно так же произошло и у меня. Я сейчас понимаю, что первый год, когда я просто сидела в заперти в четырех стенах, можно сказать, даже полтора первых года, я сидела просто в заперти, да, а потом, когда я начала выкарабкаться просто отсюда, из этого моего города, да, из этого вот как-то вот закрытого пространства, я увидела, что, блин, Америка-то это крутая страна, столько возможностей, все можно найти, все можно сделать, даже русские есть, мне так не хватало русского здесь общения, я познакомилась с русскими ребятами. Потом первый раз поехала в лагерь в Нью-Йорке, кто давно со мной на канале, все оба переживали это вместе со мной, да, то есть поехала первый раз в Нью-Йорк просто лицом в грязь, потому что испугались мы там, да, ну, кто смотрел, опять же, все знают. И просто вот, и это как-то все смотивировало, это как-то, знаешь, ты вот просто понимаешь, что ты можешь со всем справиться, и ты можешь как бы все преодолеть, ты можешь этого здесь разобраться, ты можешь здесь разобраться, ты можешь школу закончить американскую, ты не, как бы не английский, английский твой не твой язык, твой не твой, английский не твой язык, да ты все справишься, ты все сделаешь, ты вообще молодец, ребенок, да, ты все правильно делаешь, Ты поступишь в универ. Именно такое у меня происходило внутри последний год. Уверенность в себе, уверенность в будущем, наверное, и просто уверенность, я что-то очень быстро разговариваю. Сейчас я просто полна сил, вдохновений и просто всего-всего, доброты, душевной, всего чего угодно поделиться с вами. И также просто какие-то... Естественно, это все помогает мне для своих каких-то там, хотя не знаю, каких-то новых проектов. Сейчас самое главное, там, не знаю, самое такое вдохновляющее это проекты в Нью-Йорке. Это все, что я сейчас хочу просто делать, наверное, просто день и ночью. Я, вы знаете, вот последнюю вещь, которую я скажу, да, и заканчиваем это видео. Вот если сейчас себя вспомнить последний год-полтора, ну год точно на американских уроках, да, я делала просто все. У меня хорошая рецентка в школе, но чтобы вы понимали, я делала все, кроме урока, на котором я сижу. То есть я могла искать квартиру в Нью-Йорке, я могла там искать себе работу, я могла там писать какие-то там себе заметки для новых видео, я могла переписываться с вами, да, я могла кому-то отвечать в Инстаграме, в Директе, я могла читать комментарии. Я просто могла делать все, что касалось моего будущего, можно так сказать. Это я сейчас про Нью-Йорку, про работу и так далее. Вот, то есть я помню до того вот ровно год назад, когда вот в это же время я искала, чем же я займусь летом, и я нашла лагерь, да, и когда я находилась в этих поисках, как я пойду в Нью-Йорк и так далее, я помню, я просто изучала каждый миллиметр на карте в Нью-Йорке, чтобы потом приехать с мамой, да, и не потеряться в Нью-Йорке. То есть я занималась просто всем, но только не учебой. Но это не сыграло плохую роль, я, конечно, вам это не советую, потому что просто я, наверное, такой человек, то, что я все там могла успевать, да, я все это делала, просто сдавала чуть-чуть попозже, да, но все равно я отлично заканчиваю школу, все отлично вообще с уроками, но я всегда на уроках, сколько себя помню, вот последний год точно, занималась чем-то, но не уроками, опять же, уже повторяюсь. У меня уже разряжается камера, мысли, наверное, мои закончились, хотя нам вряд ли, наверное, я сейчас пойду в прямую трансляцию с вами, еще поговорю. Всем огромное спасибо, что ты смотрел, я вас очень сильно люблю, и пока, до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok